Поблёкшие слитки или запрещенное российское золото? Насколько сильно санкции на драгоценный металл ударят по РФ? Это продолжение тактики тысячи порезов. Почему кремлёвские олигархи вновь плачут? Они продолжают находиться в состоянии охранения. И что именно Россия будет делать с никому не нужным золотом? Мир вводит эмбарго против российского золота, запрещая его импорт. Что это означает для страны-агрессора? Сколько она потеряет уже в этом году? И сможет ли Украина этим воспользоваться? Давайте разбираться во всём по порядку. Это лондонская фондовая биржа, центральная площадка для продажи золота со всего мира. И именно сюда, до начала полномасштабной войны, в Украине Россия отправляла львиную долю своей добычи драгоценного металла. И именно тут от него отказались одними из первых. По середине марта британские власти, они и британская ассоциация торговли золота, британская лондонская биржа металла, отозвали сертификаты на проведение операции у российских финансовых заводов, которые в основном поставляли золото Великобританию. А Англия была крупнейшей точкой для продаж российского золота. За последние 10 лет через него прошло поблизительно 84% эспорта. Санкции на импорт российского золота поддержали США. То же самое сделали в Японии и Канаде. Уже до конца июля эмбарго на золото агрессора могут ввести страны Евросоюза. Запрет распространится на так называемое новое золото, то есть недавно добытое или очищенное. Удастся избежать ограничений слиткам, которые вывезли из страны агрессора ранее, а также тому золоту, которое импортировалось сюда до введения санкций. Но насколько сильно это ударит по экономике России? За прошлый год Россия продала немногим более 300 тонн. Это 15-16 миллиардов. И, конечно, не рубли, а долларов. Россия по своим объемам добычи золота является второй страной в мире. А потому и доходы от продажи этого драгоценного металла наравне с нефтью и газом – одни из основных. Большую часть добытого золота, по данным прошлого года, не отправляли в Великобританию. Остальное – в Казахстан, Швейцарию, Германию. Так что золотой эмбарго – это серьезный удар, считает российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Золото давало больше доходов, чем торговля оружием. Заместить серьезные рынки американские, европейские, японские и так далее невозможно. Невозможно. Нет покупателей на такое количество золота. Добывать золото в России начали несколько столетий назад. Месторождение на Урале, в Сибири, на Колыме. В послевоенные годы именно благодаря золоту СССР расплачивался по западным долгам. В сталинские времена добычу контролировал НКВД. И именно на деньги от золота запускалась индустриализация. Сейчас в РФ более полутысячи золотодобывающих предприятий. Это масштабная индустрия. А поэтому, уверен финансист Сергей Фурса, в комбинации с другими санкциями, которые уже введены, это создаст для РФ проблемы. Это продолжение тактики тысячи порезов, когда каждый отдельный порез не убивает Россию и ее экономику, но доставляет дополнительные проблемы, и все они должны ускорить кризис в РФ. И проблемы не только для государства, но и для российских толстосумов. Еще недавно, чтобы спрятаться от санкций, они инвестировали не только в недвижимость в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, но и в золото. За последние месяцы российские олигархи, чьи яхты и виллы часто оказываются под арестом в Европе, будто безумные, скупали золотые слитки. Они продолжают находиться в состоянии охранения, хотя есть более точные названия матерные. И в этом состоянии продолжают пребывать до сих пор, поскольку они вообще все потеряли. Конечно же, и тут Россия со своими служаками будет искать обходные пути. Но удастся ли найти новые рынки сбыта для золота? Теоретически, Китай мог бы помочь российскому золоту с выходом на мировой рынок. Но вот проблема. В условиях, когда сама Поднебесная является крупнейшим поставщиком золота на всем земном шаре, лишние конкуренты, да еще и нелегальные в нынешних условиях, ей вряд ли нужны. Еще один вариант. Страны Южной Азии и Персидского залива. Они не присоединялись к европейским санкциям, и желание покупать золото там есть. Какая-то часть использовалась для ювелирных целей в Индию и другие страны, но это не те объемы. Сделать это быстро у России не получится, ведь там уже есть налаженные рынки, тем более официальные. Россия может заходить туда небольшими партиями, черными схемами. Российское золото после введения европейских санкций значительно потеряет в цене. И это опять же почувствует российская экономика. Мы видим по нефти дисконт в 30-40%. Это большой дисконт, и он ограничивает доходы от продажи нефти. Российские золотодобытчики могут продавать металл и внутри страны. И Центробанк РФ с началом полномасштабного вторжения в Украину вернулся к покупке золота на внутреннем рынке. В финансовом России все-таки упало большие объемы золота в резервы. Я думаю, что с учетом санкций сейчас эта практика восстановится. И главным покупателем российского золота будет Барк России на этот год как минимум. Россия давно выдавливает доллар со всех счетов и вообще внутренней экономической жизни. А потому может сливать золото и просто обычным гражданам. В условиях борьбы с иностранными валютами Россия всерьез может запустить все добытое золото на внутренний рынок, дабы продать то, что не получается экспортировать. Но есть вопрос, смогут ли сами россияне воспользоваться этой новой условной единицей. Золото нельзя положить на депозит, оно не работает как деньги. Его россияне смогут держать разве что под матрасом. Приумножить такие вложения вряд ли получится. Но такая история на фоне санкций для обедневших россиян никак не сработает. Ведь чтобы купить золото, надо сперва иметь за что его покупать. Они жратвуд купить не могут, детей накормить не могут, одежды обувь купить. А они говорят, ребята, мы теперь озлотим вас. Кто там может купить это золото? 2% населения России в лучшем случае. Будут ли покупать российское золото в мире – это вопрос. Понятно, что потеря большого рынка сбыта дополнительно ослабит Россию. Для Украины это также помощь. Ведь у страны-агрессоры из-за санкций будет меньше возможностей тратиться на оружие, которое она применяет в войне против украинцев. Можно изобретать велосипед, что-то нелегально частично продавать через азиатские страны, что-то пихать на внутренний рынок. Но все это полумеры, которые не заменят нормальные рыночные отношения. Так что потери для России неизбежны.